Вот такие прикольные товары вы увидите в этом видео и в конце ролика вас ожидает интересный конкурс с денежным призом и еще одна прикольная штука. Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим подборочку из 15 прикольных, крутых и полезных товаров из сайта Алиэкспресс. Если вам понравится ролик, то не жалейте лайки, так я увижу, что не зря старался. А еще в конце ролика вас ожидает интересный конкурс. Ах да, сейчас на экране вы видите скрины самых прикольных стишков, которые вы оставляли в комментариях под предыдущим видео. Если выполните условия конкурса, то возможно ваш комментарий также попадет в следующую подборку. Все ссылки на товары будут в описании. И перед началом расскажу я вам об очень полезном расширении помощники для покупок на Алиэкспресс. Это помощник АлиТулз. Он легко устанавливается и помогает вам не попасться на недобросовестных продавцов, покажет вам динамику цены товара и рейтинг продавца. Например, вы хотите купить вот эту чертежную доску. Смотрим рейтинг продавца и видим, что у него покупать не стоит, так как его рейтинг очень низкий и есть большая вероятность, что вас кинут. А вот у другого продавца рейтинг уже на высоком уровне, 94%. И еще и цена нормальная, не завышенная. Значит, можно смело покупать. И так можно смотреть информацию на любом товаре. Ссылка на приложение будет в описании, пользуйтесь. А начнем мы сегодня с вот такого необычного кольца когтя. Сюда отнесу и маленькие кольца-наконечники, и длинные многосуставные кольца, имитирующие пальцы рыцарской перчатки. Носить можно одно такое колечко и все пять. По когтю на каждый палец одной руки. Практичность здесь очень сомнительная, поэтому такие кольца хороши скорее для фотосессий и различных шоу. Впрочем, есть и просто длинные кольца, которые закрывают несколько фаланг пальца. Карта, на которой можно отметить страну, в которой ты побывал. Многие из нас, вернувшись из путешествия с чувством выполненного долга, отмечаются на карте мира, висящей на стене, или лежащей в одном из папок на жестком диске компьютера, очередную страну, в которой он побывал. А теперь это можно сделать на данной карте. Для этого нам понадобится сама карта и обычная монетка. Мы находим на карте страну, из которой только что вернулись, и делаем то, что сотни раз делали, держа в руках лотерейный билет или карточку пополнения мобильного счета. Мы стираем верхний слой тонкого металла золотого цвета, а под ним будет яркое изображение, с недавних пор знакомой вам страны. Графин с емкостью для льда. А вот и наступило лето, и в это время года хочется утолить жажду после прогулки под жарким солнцем. Данный графин отлично подойдет для этой цели. С него можно пить не только холодную воду, но также можно и экспериментировать. Например, можно налить свежевыжатый сок или что-то посильнее, если вам, конечно, больше 18 лет. Думаю, вы сами определитесь, что вам больше нравится. Интересные детские тарелочки Малыши в определенном возрасте любят представлять себя космонавтами, врачами, водителями поездов или полицейскими. А еще они любят кушать. И часто, чтобы ребенок скушал заветную тарелочку каши, маме приходится идти на всяческие ухищрения. Со своей стороны, производители стараются облегчить ситуацию для родителей, выпуская яркую и оригинальную оформленную детскую посуду. Оригинальную тарелочку в виде машины можно отнести к числу последних. Тарелка с несколькими отделениями, выполнена в форме машинки. Тарелка изготовлена из пищевого пластика, безопасна в использовании и может подвергаться очистке в посудомоечной машине. Прикольная пижама Медведя Кумана Домашний или карнавальный костюм Кигуруми пижама в виде Медведя Куманона, японского черного мишки или медвежонка. Эта звериная пижама с капюшоном подойдет для маскарада, карнавала, веселой пижамной вечеринки, занятий спортом. Куманон – вымышленный черный медведь, талисман японской перфектуры Куматото, который превратился во всемирный интернет-мем. Мягкий, пушистый и приятный материал Кигуруми подарит ощущение комфорта, уюта и хорошего настроения тому, кто ее носит и всем окружающим. Чертежная LED-доска Она позволяет заменить обычную бумагу и рисовать отличные четкие рисунки, как если бы они были нарисованы на простом компьютере. Вооружившись простым стилусом, каждый сможет почувствовать себя настоящим художником с такой доской. Тонкая и компактная по размерам, ее можно без проблем уместить где угодно и даже взять с собой. Очень удобно то, что такая доска заряжается при помощи USB кабеля, таким образом не нужно будет вечно искать или покупать новые батарейки, если доска зарядится. Будильник в виде гантели Он не просто издает бодрящий звук. Для того, чтобы отключить мелодию, нужно 20 раз поднять будильник, только после этого он замолчит. И это не только нужная вещь непосредственно в вашем доме, это еще и замечательный подарок, который уж точно не будет пылиться на полке. А обладатель такого подарка будет каждое будничное утро вспоминать вас самым теплым и нежным словом. Ну или не совсем нежным, но вспоминать будет точно, можете не сомневаться. Твистер Это продолжение знаменитой и любимой во всем мире игры. Тысячи детей и взрослых по всему миру весело и активно проводят время с этой замечательной игрой. Казалось бы, обычный коврик с разноцветными кругами и планшет со стрелкой, что может быть проще. И тем не менее, твистер это настоящая легенда, игра, которая заставляет смеяться и поднимать настроение абсолютно каждому играющему. Смысл игры прост. Один участник раскручивает стрелку, которая остановившись покажет действия, которые должны сделать другие участники. Нужно, соответственно показателям стрелки, поставить ладошки и стопы на круги на поле. Долговечная роза Стабилизированные розы это срезанные цветы, введенные в стабильное состояние. Отличие от свежесрезанных цветов состоит в особой технологии обработки. При изготовлении стабилизированных цветов из растений выпаривают влагу и замещают ее составом на основе глицерина, который заменяет природную жидкость в цветке и на клетчатом уровне замедляет процесс регенерации, а также блокирует процесс фотосинтеза. Этот подарок отлично подойдет для годовщины или же для какого-либо романтического вечера. Портативный ламинатор Его основная задача ламинирование документов. Этим удается защитить их от различных внешних факторов и сохранить в отличном состоянии на длительное время. Устройство подойдет для холодного и для горячего ламинирования. Оно компактное, не займет много места на столе. Питается ламинатор от сети. Он подключается при помощи шнура с вилкой, мощность которой составляет 265 Вт. В данном ламинаторе установлены два вала. Между ними проходит документ при выполнении ламинирования. После включения потребуется подождать 10 минут для достижения нужной температуры. Есть индикатор готовности. Он поможет понять, когда пора приступить к ламинированию. На видео показан похожий ламинатор с принципом работы. По ссылке будет немножко другой. Криптекс. Придуман автором романа «Кода да Винчи» Дэном Брауном. Его название получено путем сложений двух слов «криптография» и «кодекс». По преданию, Криптекс изобрел Леонардо да Винчи. Однако, впервые рабочий экземпляр Криптекса был успешно создан только в 2004 году. В романе Криптекс описан как каменный цилиндр, содержащий пять мраморных дисков размером с пончик, которые накладываются друг на друга и сцепляются между собой изящной медной полоской. Возможность заглянуть внутрь полого цилиндра исключали крышки, находящиеся на торцах. Для того, чтобы заглянуть вовнутрь, нужно составить слово из пяти букв, прокручивая диски. Набор пластилина «Фабрика пирожных». С помощью игрового набора «Фабрика пирожных» малыш вылепит из пластилина огромное количество всевозможных пирожных, печенья и других угощений, украсив их на свой вкус. В наборе есть все необходимое для этого. Игровая площадка с разными прессами, выключая множество формочек и аксессуаров для формирования пирожных и их украшения. И, конечно, четыре баночки с пластилином разных цветов. Лепить из пластилина, который не прилипает к рукам, одно удовольствие. Пластилин окрашен безопасным красителем, быстро высыхает и не имеет запаха. Соответствует европейским нормам безопасности. Ультрафиолетовый фонарь. Небольшой ультрафиолетовый фонарь часто может стать незаменимой вещью, если знать все его полезные свойства. Ультрафиолетовая иллюминация сегодня используется очень часто, к примеру, для защиты важных документов или банкнот от поделок, для выявления следов загрязнений, невидимых в обычном свете, криминалистике и в множестве других сфер. Фонарик также часто применяется в быту. С его помощью можно легко проверить на подлинность подозрительные банкноты, выявить какие-либо протечки в машинном масле или антифризе, любые виды загрязнений на кухне и прочее. Он легкий и удобный. Корпус сделан из алюминия, что обеспечивает небольшой вес. Промывалка для носа. Данная система для промывания носа разработана на базе древней индийской практики, которая предполагает, что именно периодическое промывание носовых полостей позитивно влияет на организм в целом, а также способствует позитивному мышлению. Несмотря на свою новизну, данная модель успела завоевать сердца потребителей, которые купили этот прибор и удобно расположили его на полках в своих ванных комнатах. Конструкция прибора для промывания носа невероятно удобна в использовании, благодаря особой форме насадки с изгибом, которая позволяет направить жидкость для промывания в необходимом направлении. А специальный клапан внутри резервуара создает давление, которое и направляет жидкость в носовые проходы. Очень необычные формы для выращивания овощей и фруктов. Пресс-форма используется для формирования в форме сердца огурцов и других овощей и фруктов, которые вы выращиваете в своем саду, и для этого вам не потребуются специальные семена. Просто поместите завязь, мелко сформировавшийся плод в форму, закрепите половинки формы и оставьте на все время роста. Удалите форму, когда огурец или другие овощи или фрукты достигнут полой зрелости. Выращенные фрукты и овощи необычной формы могут стать отличным подарком или украшением любого праздничного стола, вечеринки и безграничной фантазией применений. А вот и конкурс. Чтобы принять участие, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях последний фильм, который вы смотрели и вам понравился. И некоторые комментарии я вставлю в следующий выпуск. Думаю, вам будет приятно и интересно. Обязательно нажимайте на этот колокольчик, чтобы не пропускать мои ролики. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!